Так, это я сейчас нахожусь на нашей главной театральной площади. Она называется главная площадь Таратова, где проходят все мероприятия, праздничные, показы. Здесь здание правительства, памятник Ленина, который решили оставить, не сносить. Это наша такая красная площадь. Проходят все парады. В общем, все мероприятия. Здесь как раз видно, что подготовлены сцены к празднованию Дня города. Здесь также программка висит, какие мероприятия будут. Рядом у нас театр оперы и балета здесь находится. Вот такая площадь. Сейчас никого нет, потому что никаких мероприятий нет. Хотя должно быть мероприятие, не знаю, будет оно или нет. Где-то через час должно начаться. Ну и все остальные мероприятия также связаны с празднованием города. Праздничный салют здесь должны будут организовать. В общем, посмотрим. Парад ретроавтомобилей. Надеюсь, приеду, посмотрю. Если будет погода хорошая, потому что такие тучки ходят. Ну, надеюсь, что все-таки еще последние два дня погода не подведет. Так, ну, вот рядом с площадью у нас театр оперы и балеты. Здесь же также находится небольшой скверик, где у нас вечный огонь. Еще один памятник. Это «Бортам революции» 1917 года. Ну, а позади там находится у нас музей имени Радищева. Все выставки проходят, картины, коллекции какие-то разнообразные. Ну, вот это все видно. Здесь театральная площадь наша главная. Тоже такой неплохой сперек. Так, немножко хочу снова вас познакомить с городом. Это вы уже видели. Проспект. Памятник Чернышевского. Консерватория. И вот с этой стороны церковь, это «Лимая печаль». Не знаю, если вот вы смотрели, экскурсия была, автобусная экскурсия, там вот говорили немножко. Хочу еще раз просто сказать, что вообще вот эта вся площадь, она была, принадлежала епископу. Ну, как бы церковь принадлежала. То есть здесь вот с этой стороны, вот церковь как раз это считалось, она при доме, как бы домовая церковь. И вот здесь находился дом епископа нашего. И также вот на месте этого университета была церковь. И также здесь вот этот парк «Лимки». Вот его построили, когда, над победой над полеон в 1712 году, решили высадить там где-то тысячу чем-то липок и вот облагородить эту территорию. И здесь также была церковь. К сожалению, потом ее, естественно, после революции снесли. Это вот как раз сейчас у нас сделали, то есть разровняли полностью. Это стадион «Динамо» теперь у нас. Но раньше здесь находилась церковь. И вот, сейчас покажу вам немножко. Это наш такой самый городской, его переименовали опять в сад. Стали называть сад «Липки». Ну, то в том, что высадили очень много липок, но за ними нужен был очень такой уход. Так как летом жарко в основном в Саратове, мало дождей, то очень много липок стало погибать. Так что стали насаждать другие деревья. Но как-то вот с этого, с того, что все-таки именно с липок это все началось, с лип, засажено было липами, ну, стали так и называть сад «Липки». Вот по этой аллее у нас раньше стояли бюсты, по-моему, различных поэтов, но после того, как вандалы немножко над ними поработали, в общем, все убрали. И сад, ну, вот он состоит из нескольких аллей. Там вот на той ничего интересного, там лавочки. Посыновили камень тоже недавно, 1824 год написано. Ну, такой он у нас, это самый центральный. И как раз идет между Саратовским проспектом, проспектом Кирова и, если вот с той стороны, Волшовская улица, которая приведет к набережной. Ну, а вот это место, где был собор. Теперь это стадион. Проходят разные соревнования, футбольные соревнования, также остальные мероприятия какие-то спортивные. Фонтан, вот раньше был, здесь изображена рыба, осетр. Ну, сейчас он уже не работает, этот фонтан. Когда-то раньше работал. Очень давно уже вот это. Как-то в таком виде немножко. Ну, в общем, вот из таких нескольких аллеек состоит такие красивые высокие деревья. Тоже очень любила по нему гулять. Детстве, юности. Также здесь у нас вот сделан зал для чтения очень давно. Ну, а дальше там, если будет, пройти будет для занятий шахматами тоже. Тут делали детскую площадку. Площадку. Лавочки. Такой расслабляющий сад. Тихий, спокойный. В общем, аллеи идут туда вот глубь. Ну, как бы не особо большой. Но очень приятно по нему гулять. Там установили памятник морякам. По-моему, погибшим тоже во время войны. Сравнительно молодой тоже памятник. Недавно поставили его. Несколько выходов есть. Так как несколько аллей. Вот я зашла через главный ход. А так здесь несколько выходов есть. Еле возрослись уже вот каштаны. То есть, как бы уже насаждения были не только липа. Все-таки садили другие деревья. До встречи. Давай. Один из выходов. Как бы вот один выход у нас идет на улицу Болжскую. Один выход идет на... Не помню же название улицы, как бы. И один выход идет на бабушкин звезд туда тоже, к набережной. И вот еще одна аллейка. Она ведет как бы обратно выход на... Не помню опять улицу там. Название улицы уже не помню. Но, в общем, там тоже был фонтан. Я смотрю, он не включен. Я к нему тогда не буду подходить. В общем, вот так вот он заканчивается. А, нет, включен фонтанчик. Можно посмотреть немножко. Здесь очень так любят молодежь собираться тоже. Вместо встречи молодежи. Вместо знакомств. Было, не знаю. Сейчас тоже так же. Как-то что-то изменилось или нет. Когда мы были молоды и веселы. Это было наше любимое место. Еще одно из любимых мест в Саратове, где можно было познакомиться, пообщаться. Вот. Этот фонтанчик такой тоже. В нашей молодости его не было. Ну, все, и дальше там вот еще один выход. Если пройти по аллейке. Ну, все равно видно, что молодежь так же здесь собирается и не только с детьми гуляет. Но, все-таки осталось, наверное, это место встречи молодежи. Всем привет. Я гуляю по саду. Литки. Сад Литки в Саратове. Сегодня день города. Я снимаю. Почти нет никого. Потому что все разъехались по разным мероприятиям. Кто-то на площади главной. Кто-то уехал опять на Соколовую. Городом мероприятие проходит. Ну, такая погода, не знаю. Хочу еще на одно мероприятие сегодня сходить. Но небо такое затянутое. Пойдет, дождь не пойдет. Ну, все. Все, спасибо за то, что смотрели. Всем пока. С вами была Жанка Блеченка.